Когда мы видим, что идёт конфликт между двумя детьми, это конфликт. Когда начинается групповой процесс, то есть в какую-то конфликтную историю или в какую-то межличностную сложность начинают быть вовлечены два, то есть против одного ребёнка, два и более, то это уже не конфликт, а это ситуация начинающегося буллинга. Поддержать надо детей и в той, и в другой ситуации, когда они и по ту, и по другую сторону процесса находятся. Потому что иногда дети вовлекаются в это не потому, что они злые, агрессивные, хотят чего-то причинить, а потому что это, к сожалению, естественный процесс взросления, становления человеческих взаимоотношений. Это исторический процесс, это не сейчас случилось, это было всегда. И вот в школьных коллективах это очень ярко выражается. Поэтому поддерживать нужно всех, объяснять нужно всем. Доверительные отношения с детьми нужно выстраивать со всеми участниками этого процесса. Буллинг – это очень такой многообразный процесс. Это не только когда каких-то детей травят другие дети. Ведь бывает и буллинг между взрослым и ребенком, бывает, когда дети, извините, доводят учителя, бывает наоборот. И поэтому тут тоже, то есть это очень такой процесс, ну как бы неоднозначный. Все вопросы групповой динамики, а буллинг – это вид групповой динамики, в подростковой среде и в детской среде, они всегда решаются созданием атмосферы. Ну то есть это то, что однозначно поможет, если не совсем решить навсегда этот вопрос, то по крайней мере его, ну уменьшить такую напряженность этой темы, да, как-то найти эффективные методы решения вопросов, научить взрослых видеть начало, да, процесса. И как бы чем раньше, да, мы вмешиваемся, тем меньше последствий вот у таких взаимодействий между детьми. Поэтому, конечно, создание атмосферы, доверительная атмосфера. Что значит особая психологическая атмосфера? Это доверительная атмосфера, и когда взрослым есть дело до детей, понимаете, в школе. Вот, собственно говоря, и рецепт. То есть это системная история, это история из семьи, это история из школы, это история как бы личности ребёнка. И всегда, ну вот все три составляющие этого процесса исключать нельзя. Всегда есть родители, которые всё равно задают особую атмосферу. Мы тут в школе можем всё, что угодно делать, да, и если дома папа говорит «бей», очень трудно этому что-то противопоставить, понимаете. Поэтому здесь только какое-то вот общее понимание мира взрослых, да, и включение, и принятие детских вот этих сложностей, детских каких-то особенностей общения, да, и умение, самое важное, если мы про школу, да, сейчас, потому что вот этот закон, о котором вы спрашиваете, он всё-таки, ну, будет школу обязывать, да, некоторые там вещи делать, создавать, применять, в том числе и там особую среду, и я так понимаю, какие-то там чуть ли не штрафы предусмотрены, да, ну, пока, по крайней мере, в проекте, то, что обсуждается, вот, то есть это всё здорово, но самое главное, чтобы этот закон предусматривал необходимость, обязанности, возможно, финансирование, возможно, какие-то программы по обучению взрослых, да, как помочь детям, как увидеть вот начало процесса, что делать, если, ну, как бы, вот вы поняли, что вот такое происходит в вашем классе, да, педагог или наставник или воспитатель, кто вот задействован, да, обучить грамотно психологическую службу школ, которая ещё и есть, да, не везде у нас, да, поэтому это такой большой процесс, и если мы начнём просто со штрафов, ну, как бы, результат будет нулевой. Субтитры создавал DimaTorzok